Ура, Сан. Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Перед этим звучал прогноз погоды. Baby, it's cold. Действительно, довольно прохладно сегодня. И мокро. Мокро очень, да, берите зонтики с собой, потому что на протяжении всего дня обещают такого рода погоду. Будем надеяться, что через недельку, может быть, что-то так тучи разведут руками. Кто боится ехать в ЦЕСИ, сможет участвовать онлайн, потому что как очно, так и заочно можно принять участие в седьмом фестивале общения «Лампа». Мы поговорим об этом сейчас подробно, о том, какие мероприятия интересные ожидаются, какие дискуссии, беседы. Всего более двухсот всевозможных будут дискуссий и тем для них. И обо всем об этом мы будем говорить с координатором фестиваля «Лампа» с Ириной Кузнецовой. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Действительно, остается всего пара дней до фестиваля. 20-21 августа. ЦЕСИС и на месте, и онлайн. Давайте, в самом деле, пробежимся по основным мероприятиям еще раз. И на некоторых из них застрим внимание. Например, на «Политдиско». Кто в этом году встанет за диджейский пульт, в каком стиле исполнит. Это же всегда интересно и любопытно увидеть знаменитого, известного человека в какой-то новой для себя сфере выступающем. У нас будет интересная дискуссия о хлебе, о семье, о даже минимальной зарплате. И когда люди получают зарплату в конвертах, это большая проблема. Сжигать или не сжигать мусор, как вообще научиться уважать уже другое мнение. Это очень, мне кажется, интересная дискуссия на русском языке, которую будет проводить латвийское телевидение. Так что программа настолько богатая и на разных языках, конечно, в основном на латвийском. Небольшое количество на русском языке и на английском языке в частности. Так что «Оплайн», «Оплайн». И самые, может быть, такие центральные мероприятия, которые у нас такая кульминация каждого дня, это, как вы уже сказали, это диско политиков. И политики будут выступать в роли диджеев. У нас такой, получается, музыкальный баттл. Будет три пары. Я сама еще не знаю, как пары распределяться. Но своими музыкальными вкусами будут умириться депутаты Сэйма Ина Савойко-Марис Мичуревскис, депутаты Европейского парламента Иерси Ипс, министр образования Аня Тамужница, депутат Сэйма Рейховкоус и советник министра финансов Иен Сталдерис. Так что у нас очень такой преминентный состав. Это пятница вечера. По-моему, начинается уже после 10 часов вечера. В цессии, конечно же, будет прямая трансляция на наши домашние странички. Фест с лампой и запись будет. Так что это будет довольно-таки интересно. Как сами политики будут рассказывать о своей, может быть, о себе, о своих взглядах, о своих ценностях через музыку. Я могу уточнить. Это 20 августа, 22.45. А что касается музыкальных стилей, ну, хотя бы намекните, кто может что исполнять. Диско, техно, лаунж, хаус. Вы знаете, это всегда реально такой сюрприз для нас самих. Потому что мы иногда знаем, подозреваем, что вот этот политик, может быть, ну, или рок, или металл, или техно. А здесь, действительно, будут разные вкусы, разные поколения, что очень важно. И поэтому это всегда очень большой сюрприз. Особенно, ну, будет задано конкретной темой. Тема будет, я подробно не знаю, но тема, может быть, какую песню вы слушали в школьные годы, какая вам запалась. И это очень хорошо показывает, раскрывает человека, ну, как бы, его слушательство. То есть через содержание песни можно будет, как бы, понять, почему именно он её выбрал. Да. А если вот говорить о дискуссиях, всё-таки вот я понимаю, что очень многие такие острые темы, там, как зарплаты в конвертах, и вот в чём, как вы думаете, в чём смысл вот этого обсуждения? Что должно быть? Это выпустить пар, или, может быть, объяснить какие-то проблемы, проговорить? Вот что, какой цель вот этих дискуссий? Чем они должны закончиться? Мне очень нравится этот вопрос. Безумно нравится, потому что каждый год ему задаёт, задаёт обычную, поговорили, и что из этого изменилось. И мне кажется, надо немножко изменить ракурс вопроса, потому что дискуссия, общение само по себе ценно. Если мы перестанем общаться, то, по сути, даже наше, как бы, демократическое общество, оно станет, может быть, таким, как такой пустой скорлупой. Сами дискуссии, беседы, лекции, дебаты, это не только развивает человека, но это и место встречи разных мнений. Мы можем поговорить, мы можем вдохновиться, мы можем, сами того не подозревая, к этой теме потом возвращаться. И мы даже не поймём, что, да, вот эта беседа не обязательно на лампе, это, или, может быть, прослушаем интересную передачу на радио.com, какая-то интересная информация, это, а может быть, действительно новое начало, человек вдохновился, стал учителем биологии, пошёл работать действительно молодым учителем или поменял карьеру. Так что, мне кажется, надо на это смотреть гораздо шире, потому что, когда мы читаем книги, слушаем подкасты, смотрим фильмы, это не только развлечение, мы как бы себя самим обогащаем. Мне, конечно, тоже надо смотреть, что беседы и дискуссии это часть действительно развития и процесса жизни демократического общества, потому что, если у нас здесь нет дискуссии общения, то это очень-очень грустно, и мы это видим, по примеру, у наших соседей. В радио Болтком такая, можно сказать, вневременная затянувшаяся лампа, да? Потому что мы... Можно и так сказать, но у нас один стык, что у нас всё-таки тоже живое общение, и это очень важно, когда ты смотришь собеседника в лесу, ты его видишь, чувствуешь эмоции, потому что очень часто, когда мы общаемся через экраны, мы пишем комментарии, иногда вот не выдержав эмоционально и злостно, если накипело, наболело, то когда живое общение, как больше понимаешь и чувствуешь человека, на самом деле, когда переписываешься, это всё-таки переписка, вот, а вот общение, это всё-таки подразвивает как какой-то диалог, какой-то эмоциональный близкий. Ну, в первую очередь, согласимся с вами, безусловно, и приглашаем вас в студию в следующий раз, я надеюсь, не последний раз общаемся, а во-вторых, что касается вот этого накипела, наболела, будет же ещё традиционная прожарка, да, если кто не знает, вот это вот, то, что называется модным словом прожарка, означает высмеивание, такое ироничное, саркастичное высмеивание человека за какие-то его достижения, или, наоборот, провалы, проколы, в том числе, будут в этом участвовать политики, которые решатся выйти на вот это такое прилюдное смеяние, да, комиками. Ну, да, это формат, который уже проходил двой год подряд, и это заключительное мероприятие, которое может быть такое, мы всегда оставляем на десерты, и мы всегда безумно уважаем всех политиков за их храбрость, которые подписались, потому что всё-таки не каждый сможет выдержать, что над тобой, ну, здорово, посмеются, ну, и, соответственно, каждый политик всегда должен подготовить, выступить, иметь речь, свою защиту, она тоже должна быть с юмором, с лёгкостью, и одна из целей, конечно же, пожарки политиков, чтобы, может быть, люди, которые не следят за политическими или общественными событиями, услышав шутки, поняли, ну, может, ну, всё-таки стоит действительно последить и знать больше, чтобы понять саму шутку, потому что, действительно, шутки будут в основном за всё, что было сделано и сделано политиками, в основном, их политические карьеры, у нас в этом году будет трое, у нас будет министр внутренних дел Мария Голубева, там, бывший, не, нынешний, ну, уже бывший министр, и многократный, и депутат Вячеслав Добровский, и министр юриспруденции Янс Борден, так что у нас очень хороший состав в этом году, и будет действительно жарко, конечно же, будет и такие, может быть, немного перца прибавим, и жар, чтобы было и весело, и интересно, и мы с Юмором посмотрели на самих себя, мне кажется, это очень важно, что когда человек, неважно политик, политик, он может посмеяться над своими ошибками, над своими какими-то оплошностями, и это как-то показывает даже на себя человека, что он как бы здорово к этому все относит. А насколько все-таки откликаются политики, потому что действительно ведь многие боятся то, что это может уронить их в глазах избирателей, может быть, если они, ну вот, как-то повредить их в политической карьере, если они будут выглядеть, может быть, недостаточно убедительными, или, ну, не смогут одержать верх над теми, кто их высмеивает. Вы знаете, это всегда такой, как сказать, процесс довольно-таки долгий, не каждая политика нам отвечает, что да, я готов сразу же через час после того, как мы его пригласили, конечно, многие думают, взвешивают, и мы действительно стараемся приглашать тех, которые мы понимаем, да, он сможет это выдержать, или она сможет это выдержать, и получится хорошая речь защиты. В этом, да, все такой баланс и, как бы, политиков, которые действительно смогут с юмором за себя постоять и посмеяться над самим собой, над всей ситуацией. и все равно. А бывали какие-то срывы со стороны политиков? Ну, или видно было, что вот-вот-вот-вот-вот прям уже зубы сжал из последних северных сил? И так вот... Нет, ну, последний срыв, что человек соглашался и в последнем он говорит, я не могу, я не готов или не готова, этого такого не было. Все-таки те, кто подписались и сказали, да, у нас никогда не было, что человек, как говорится, пошел на попятную, сказал, нет, все-таки я не смогу. Вот, конечно же, мы получали отказы, и мы с уважением это принимали, и мы знаем, что мы никогда не будем разглашать тех, кто отказался по разным причинам, и по семейным, и по обстоятельствам, или по другим, и даже иногда не объясняя, так что мы это очень уважаем, это самый большой секрет, с которым мы никогда не поделимся. Нет, а я другое имел в виду, кто во время прожарки непосредственно уже там, сидя на стуле, вот этом горячем, на горячих уголях был готов сорваться, но, видимо, это тоже большой-большой секрет. У нас между тем звонок. Здравствуйте, доброе утро. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Только вас ждем. Не хотят, так как хотят. Жалко. Перезвоните, пожалуйста. Наверняка тоже какая-то прожарка могла бы сейчас прозвучать в адрес какого-то политика, может быть, из того, из состава, который участвует. Перезванивает человек. Здравствуйте. Доброе утро. На это раз слышно вас? Нет. По-прежнему что-то. С кем же вы разговариваете? Точно не с нами. Итак, Мария Голубева, Юрис Борданс и Вячеслав Домбровский будут отданы на публичное осмеяние в этот раз. Что еще? Вот какие вы считаете темы очень важны, может быть, для того, чтобы проговаривать их? Потому что известно, что политика все-таки делает достаточно циничное. И вот чтобы с годами приходит какое-то это осознание. И самое страшное, когда становится циничной молодежь, и когда люди перестают, ну, не знаю, верить в какие-то демократические институты, и говорить, ну, сколько раз мы не голосовали, но все равно ничего не меняется, политики одни и те же, все, за кого мы голосуем, все равно, вот, в конце концов, нам не нравится. Вот, ну, возникает какая-то такая усталость, разочарование в обществе. Вот, как с этим бороться, и как это можно обсудить и проговорить? Ну, знаете, я хотела бы уточнить, что мы даже, как организаторы фестиваля, немножко шире понимаем даже само слово демократия, потому что это не только выборы, это и само, как бы, и общение, и то, что ты делаешь, потому что, конечно же, всегда легко сказать, ну, я раз в 4 года схожу, проголосую, ничего не поменяется. Конечно, что-то поменял, что-то нет. Вообще, мне кажется, любое госуправление, это как океанский лайнер, которого повернуть, наверное, на 180 градусов довольно-таки очень сложно, и если он это делает, то с большими какими-то эмоциональными и другими последствиями. Поэтому демократ, действительно, хочется сказать, что, ну, даже самое мало, что человек может сделать, хотя бы начать с того, что я буду проинформирована о том, что происходит, по крайней мере, у меня в городе, я не буду к этому равнодушен, буду следить, что происходит на стороне, может быть, и в Европе, и в мире, ну, как бы, вот это одна из таких, ну, одна из целей, и миссия лампы, действительно, призывать людей не быть равнодушным, как мы знаем, в русском языке есть проговорка, что равнодушие убивает, и для нас это очень важно, что человек не оставался на своем саморазвитии, и принимал, если не активное участие, ну, как бы, в общественных процессах, ну, по крайней мере, потому что мы знаем, что это требует очень много времени, но по крайней мере, как-то был, может быть, не совсем таким пассивным потребителем, конечно же, иногда бывает так, что хочется, то есть, руки ничего не меняется, что-то, может быть, становится хуже, у мира не черно-белого, такой серо-буро-малиновый, и мы, как организаторы, понимаем, что иногда бывает так, что когда ты о чем-то беседуешь, думаешь, и как-то со стороны наблюдаешься процессами, тебе кажется, что это очень легко, потому что сделать, то сделать, поменять это, и когда человек начинает делать, когда начинает человек создавать команду вокруг себя, или организовывать небольшое мероприятие, хотя бы онлайн, или группу в Фейсбуке, и тогда человек понимает, насколько все-таки, сколько много нюансов, это не так все, как это однозначно, это может быть даже сложно, даже у нас фестиваль, который с горечью, конечно, мы в этом году проведем, мы сможем провести только для тех людей, которые, ну, лично, это еще не для тех людей, у которых есть сертификат в совершении курса вакцинации, даже с горечным, потому что лампа всегда была открыта, поэтому мы предоставляем прямые трансляции, и люди, конечно, нас критикуют, ну, как так, вот так вот, только вот определенную группу людей, но мы все стараемся объяснить, что это, мы очень стараемся, и это ничего не так однозначно, мы, как бы, таких, может быть, скажем так, немножко заложники обстоятельств в этом плане, и призываем людей, ну, понять самих организаторов, что мы делаем, и это все не так легко. Так это прекрасная тема для дискуссии, вот вакцинация, вот нужно ли допускать всех или нет, можно как раз и обсудить на одной из дискуссий. Причем те, кого не допустили, будут кричать из-за забора свое мнение. Да, нет, ну, онлайн. Надо было, надо было допустить. Могут участвовать онлайн, потому что, действительно, мы часто сталкиваемся с тем, что одна и та же тема может быть рассматриваться совершенно с разных сторон, как тема беженцев, например, вот кто-то боится и говорит, что это все люди, которые приезжают просто, чтобы сидеть на пособиях и пользоваться теми благами, которые создали другие люди. Кто-то говорит, нет, это люди, которым нужно помочь, которые бегут им. И вот, как посмотришь, на какую сторону медали, ситуация совершенно меняется на противоположную, наверное, только обсуждая это, проговаривая это, мы можем найти истину. И поиски истины, напомню, состоятся 20-21 августа, уже завтра-послезавтра получается. Да, что-то я сказал, что-то не... Я сказал на днях завтра, завтра уже в цессисе начинается фестиваль «Ламп», более 200 дискуссионных площадок, точнее тем, которые будут вынесены на дискуссию. Мы благодарим за участие в нашем эфире Ирину Кузнецову, координатора фестиваля, желаем удачного мероприятия и хорошей по возможности погоды. И всегда, конечно же, ждем в гости и на расстоянии через Zoom, и вживую в студию приходите, очень будем рады пообщаться. Что ж, сейчас мы прервемся, после чего поговорим... У нас очередной сегодня гость, директор департамента инфраструктуры автодорог, Министерства путей сообщения, Талла Валдес Ветстернс. Мы поговорим о ситуации на латвийских дорогах в плане безопасности, потому что в последнее время стало очень много, это прям бросается в глаза, аварий, к сожалению, с летальным исходом.